Это обзор прессы и Яна Романюк. Здравствуйте. О новом сезоне уличных танцев объявляет газета «Полезно пенсионерам Приморья». Музыкальная встреча в парках Владивостока назначена на 27 июня. Танцевальные вечера будут проходить и в других муниципалитетах Приморья, каких именно, еще объявят. Проект танцевальных вечеринок очень понравился пенсионерам, его ждут. Проект, кстати, выиграл президентский грант. На разогреве у танцующих смогут выступить творческие коллективы. От них нужны заявки. Японский сад необыкновенной красоты разбивают на глазах у изумленных кавалеровцев. Об этом пишет «Пульс Северное Приморье». Парк постепенно обрастает новыми подробностями. Все очень красиво, необычно. Сад камней и хвойных делается на деньги местного мецената. То, что идея удалась, подтверждает тот факт, что две красивых елки уже кто-то выкопал. Между Чугуевкой и Цветковкой запустили долгожданный автобус. Цветковцы очень довольны. УАЗик, который выполняет роль автобуса, теперь битком. Люди ездят и в районный центр, и обратно дважды в день. Сообщения не было, пока районная администрация разбиралась с автобусными перевозками. Но теперь все наладилось и в этом, и в других направлениях. На Шумный, Верхнюю Бриевку и другие. Озеро Ханка заняли перелетные птицы. Здесь, под защитой заповедника, летом живет 360 видов птиц. Половина из других краев. В сезон миграции через Ханку пролетают тысячи гусей, уток и лебедей. За этим наблюдает газета «Приморские зори». С 1 июля ПТСы на машины станут электронными. Бумажные синьки уйдут в прошлое. Об этом пишет «Приморская газета». В электронный паспорт войдет больше информации о машине и владельце. Менять бумажный ПТС не надо. Но если очень хочется, то можно будет обратиться к операторам техосмотра. Кстати, они считают, что введение электронного документа поможет сделать процедуру прохождения технического осмотра прозрачнее. Это все. Читайте.